Лед в арене 2000 расписан буквально по минутам. Пока молодежный Лока тренируется в зале, на половине площадки гоняют шайбу игроки взрослого локомотива. Даниил Апальков, Егор Аверин, Степан Санников и другие уже заждались отпуска, из которого некоторые в Ярославль могут не вернуться. Но дела главной команды с 21 марта отошли на второй план. Город застыл в ожидании третьего за последние четыре сезона Кубка Харламова. Стартовые матчи финала в Екатеринбурге простыми не назовешь. По ходу встречи с Авто Лока дважды отыгрывался, но победил. Соперник хороший, мотивированный, поэтому было не так-то просто, кажется. Но я считаю, что весь характер у ребят молодцы, что выстояли там, удачно забили. За сутки до финала три с половиной часа физической работы. Это нормально, признается Дмитрий Красоткин. На льду хоккеистов чуть больше, чем требуется. Главное, все живы и здоровы. Несколько человек в заявку на матч не войдут. Но место Антона Малышева в старте неоспоримо. Оборонец стал автором ключевой шайбы во втором матче финала. Кистевой бросок 42-го номера Лока с дальней дистанции на старте третьего периода сравнял счет в матче. Стараюсь как можно больше доводить до ворот. Возможно, залетит, возможно, подставит, добьет. Главное играть на команду, а про свои какие-то статистические данные даже не думаю. Возвращаться в Екатинбург Лока вряд ли захочет. Серию нужно заканчивать здесь и сейчас. Мысли о победе в кубке игроки оставляют вне площадки. Шапка закидательства не будет. Команду Дмитрия Красоткина больше заботят решение своих игровых проблем. Мы не смотрим на соперников. Главное наша игра, как мы играем. Проблемы есть в обороне в некоторых моментах. Это разбираем, посмотрим видео. И, конечно, реализации моментов много создаем, но не реализуем их. Третий и четвертый матч финала Кубка Харламова пройдут завтра и послезавтра. Их прямой эфире покажет первый Ярославский. Начало трансляции в 18.55. Хоккеймания продолжается. Дмитрий Жданюк и Георгий Иванов. День в событиях.